Погибший Юрий Никифоров планировал продать свой автомобиль Opel Astra. Вот и поехал на встречу с потенциальным покупателем. Молодые люди встретились в поселке Борке. В ходе разговора между мужчинами возникла ссора. В результате обвиняемый избил продавца и нанес ему один удар ножом в область груди. От полученной колото-резанной раны молодой человек упал на землю. Обвиняемый переместил потерпевшего в рядом находящийся овраг и скрылся с места преступления на его автомашине. Произошедшее на парковке заметили очевидцы, которые испугнули преступника. Они же и вызвали на место скорую помощь. Но медики спасти жизнь Юры не успели. Спустя считанные минуты о случившемся узнали тысячи автомобилистов Рязани, состоящих в группе подслушанного водителей. Именно они первыми отправились на поиски угнанной иномарки. 2 декабря, наверное, где-то в полдвенадцатого мне позвонили мои друзья и рассказали о случившейся трагедии. Для нас это было, наверное, шоком. Это мягко сказано, да. Потому что практически в центре города, на парковке гипермаркета, лента в Борках произошла трагедия. Ну и, наверное, мы безоговорочно решили действовать. Написали сразу в социальные сети о случившемся. И уже в 12 часов с ребятами мы собрались как раз на том месте, на парковке ленты. Там было порядка, наверное, 200-300 машин. Мы распределили людей по районам города и разъехались искать этот черный Opel. Огнанный автомобиль в тот же день был обнаружен во дворе одного из домов на улице Интернациональной. Родные и друзья Юрия Никифорова, погибшего от рук человека, поставившего автомобиль выше человеческой жизни, до сих пор не могут оправиться от потери. Обычный парень, который любил машины, который любил жить, в принципе, очень жизнерадостный. И, наверное, за все время нашего с ним общения я вот о человеке об этом не слышал. Ни одного негативного отзыва, в принципе. Потому что всегда все о Юрии отзывались очень хорошо. Подозреваемый, между тем, долго скрывался. В том числе и в монастыре. Но в апреле этого года был задержан в Севастополе. В настоящее время уголовное дело передано в суд.